Добрый день, в эфире телерадиокомпания «Губерния 33» от программы «На всё Владимирск». Меня зовут Александр Козлов. А в гостях у нас сегодня руководители двух структур, специализирующихся на поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, а именно Елена Древолёва, исполнительный директор фонда «Владимир Лизинг». Елена Александровна, здравствуйте. Добрый день. И Сергей Сидорин, директор гарантийного фонда Владимирской области. Сергей Александрович, также приветствую. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, разговор у нас пойдёт сегодня вот о чём. В регионе насчитывается порядка 54 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это имеются в виду и предприятия, и пэшники, как бы совокупно 54 тысячи субъектов. Оценить это много или мало можно по следующим показателям. 36% оборота организации в регионе приходится как раз на малый и средний бизнес. Ещё одна цифра. 30% всех работников на предприятиях региона опять-таки заняты именно вот в этой отрасли малой и средней предпринимательства. То есть это очень серьёзный кусок нашей экономики, и для его поддержания в регионе выстроена целая система. Вот об этой системе и о том, как ей пользоваться, какие есть возможности, мы и будем говорить. Уважаемые гости, ну прежде чем перейти непосредственно вот к вашим направлениям, которые вы курируете, давайте общий сначала вопрос осветим, какие в принципе структуры входят в ту систему поддержки малого и среднего бизнеса, которая сейчас сложилась в нашем регионе. Сергей Александрович, я предлагаю вам начать. У нас в области, собственно, действует инфраструктура поддержки, которая включает 9 организаций. Это 4 фонда. Фонд предоставления микрозаймов, фонд гарантий, региональный фонд развития промышленности и фонд предоставления лизинговых услуг. Областной бизнес-инкубатор, 4 центра инжиниринга, прототипирование, поддержки предпринимательства, поддержки экспорта. Мы считаем, что важным направлением поддержки является именно поддержка начинающих предпринимателей. Для этих целей у нас существует областной бизнес-инкубатор, куда любой предприниматель, который только хотел бы открыть свое дело, может обратиться за информационными, консультационными, бухгалтерскими услугами, финансовыми направлениями. Он получит поддержку в юридических вопросах, образовательных тренингах, семинарах по повышению квалификации. Эти организации, собственно, по названию уже можно понять, чем они занимаются. Например, фонд по предоставлению микрозаймов. Понятно, там газовый разрыв нужно преодолеть. Взяли микрозайм. Фонд гарантий, мы еще об этом поговорим. Фонд развития промышленности, тоже понятно. Инкубатор, вы уже сказали. Относительно центров инжиниринга, прототипирования в общих чертах, чем занимаются эти организации? Довольно интересное новое направление, которое сейчас мы, собственно, и осваиваем. Одно из них позволяет обкатать технологии производственного процесса. Это, в частности, центр инжиниринга. А центр прототипирования позволяет непосредственно почувствовать модель продукта. Там вы можете создать 3D-модель и посмотреть, будет ли интересен вам этот продукт, будете ли вы его продвигать дальше на рынок. Ну, такие, так скажем, некие стартапы, которые позволяют предпринимателю оценить возможность вхождения на тот или иной рынок. Хорошо. Так, ну, давайте к вашим направлениям. Ваши фонды, гарантии, лизинга, ну, собственно, это финансовая поддержка. Вот, давайте о ней поговорим. Начнем с фонда Владимир Лизинг. Ну, сначала такой общий. Как и для кого фонд Владимир Лизинг работает? Кто ваши клиенты? Клиентами Владимир Лизинга являются субъекты малого предпринимательства, которые работают в различных сферах. Это и производственные предприятия, и медицина, и сельхозпроизводители, в принципе, даже и торговля, которая не работает с подакцизными товарами. А когда вы были созданы? Именно лизингом мы стали заниматься с 2014 года. Раньше мы назывались длинным названием фонд содействия развития и поддержки предпринимательства. Но чтобы было удобнее нашим предприятиям запоминать и обращаться, нас называть, советовать друг другу, мы переименовались в прошлом году в фонд Владимир Лизинг, где понятно, какими услугами мы занимаемся. Вот, кстати, совершенно не факт, что всем нашим телезрителям понятно, какими услугами фонд Лизинга, лизинговый фонд занимается. Вот просто чтобы на пальцах, чтобы понятно было всем. Что это означает, означает лизинг? Ну, в лизинг обычно приобретается оборудование или транспорт для бизнеса. Если не хватает собственных средств для приобретения дорогостоящего, как правило, оборудования, предприниматели обращаются к нам. Аванс у нас 30% от стоимости приобретаемого имущества. И сумма сделки может быть от 300 тысяч рублей, так и до 10 миллионов. В принципе, для нас каждый клиент важен, даже если он пришел со сделкой в 300 тысяч рублей. Соответственно, оставшиеся 70% от этой суммы мы финансируем за счет средств государства. Поэтому и фонд Владимир Лизинг представляет льготные условия. Исходящая ставка из-за того, что финансируем самогосударственными денежками, всего лишь 9% годовых исходящих. Вот сразу вот тут перебить хочу. 9% это фонд Владимир Лизинг предлагает, на 70% суммы договора. Да, на остаток задолженности. Как только вы погашаете часть основного долга в сравнении с кредитом, то это получается 9% годовых на остаток задолженности. Если переводить в ставку удорожания, она идет от 3,5% при равном графике погашения. Ну то есть на бытовом уровне, если сравнивать, у нас есть другие кредитные организации, которые у нас банки, которые выдают кредиты. И там сейчас у нас ставка колеблется до 15%, а то и выше процентов. У вас 9% максимум. Да, максимум. Причем нет никаких комиссий и льготы по страхованию, поскольку мы комиссию со страховых компаний, как банки, не берем. Направление в страховые компании не пишем, чтобы потом эту комиссию взять. Мы просто даем перечень страховых компаний, которые устраивают, имеют рейтинг 3А. И, соответственно, устойчивы, что есть уверенность, они нам выплатят в случае страхового возмещения. И, соответственно, лизингополучатели идут туда сами и строкуют самостоятельно по тем расценкам, которые предлагает страховая компания им напрямую. Еще по лизингополучателям как раз хотел вас спросить. Все-таки, кто чаще всего сейчас к вам за вашими услугами обращается? Сферу услуг, производственники. Если производственники или там услуги, то опять же, какие направления, кто эти предприятия, какие они, какие они работы выполняют? Поскольку мы лизинговые компании, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, конечно, к нам в первую очередь идут услуги, потому что они также находятся на упрощенной системе налогообложения. Мы с ними не теряем НДС. И особенно медицина. Ведь медицинское оборудование освобождено от этого налога, поэтому основная часть портфеля, это больше 50% у нас, это медицинские компании. Ну, например. Ну, например, клиники. Какие клиники? Клиника зубоврачебная, добрый доктор. Да, стоматологии у нас открыли, две новых стоматологии в прошлом году за счет наших средств. Стильдент стоматологии открывает новый филиал в этом году уже. Уже прошел только первый квартал, а мы дополнительно открываем совершенно новый филиал на Дуброве. Сейчас очень популярны у дам косметические процедуры. Это тоже ваши клиенты? Вы знаете, редко приходят такие клиенты. В основном зубоврачебные и просто клиники медицинские. Мне кажется, очень бы был большой спрос на такие условия. Хорошо. Приглашаем, приглашаем с удовольствием. Хорошо. Давайте тогда сейчас переходим к гарантийному фонду. Как вы работаете, с кем вы работаете и, собственно, тем организациям, с которыми вы работаете, какие услуги вы предлагаете? Собственно, гарантийный фонд Владимирской области осуществляет свою деятельность в рамках государственной программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства Владимирской области, которая утверждена губернатором Светлана Юрьевна Орлова. Что мы делаем? Мы предоставляем обеспечение поручительства по кредитам. В случае, если предпринимателю при получении кредита либо займов в одном из банков не хватает собственного обеспечения, мы готовы предоставить гарантию поручительства. То есть это вот тот самый бюджетный гарантия? Поручительство фонда, которое может составлять до 70% от общего объема обеспечения, но не более 25 миллионов рублей. А 30% это, я так понимаю, если говорить до 70%, то это авансы? Это не авансы, это собственно обеспечение, которое необходим предпринимателю. Ну, давайте попробуем. Своё, его личные средства. Попробуем на цифрах. 100 миллионов, которые предприниматель, ну, поменьше возьмем, 10 миллионов, которые берет предприниматель, он в банке должен обеспечить неким залоговым имуществом. Нет у него такого имущества. Есть у него транспортные средства, например, на 3 миллиона рублей. Оно пойдет у него в виде 30% обеспечения и 70% готов обеспечить гарантийный фонд. А перед фондом предприниматель при этом какую ответственность несет? Перед фондом предприниматель несет ответственность как субъект, который получил поддержку. И здесь, наверное, немножко другие отношения получаются. В случае, если у предпринимателя что-то, ну, по каким-либо причинам не завладилось с банком, соответственно, банк гарантирует, гарантийный фонд обеспечивает перед банком исполнение данных обязательств. Он погашает просроченные обязательства, либо просроченные задолженные, скорее всего, так, перед, соответственно, банком. А уже дальше отношения по взысканию этой задолженности с предпринимателем выстраиваются между фондом непосредственно и самим предпринимателем. — Сколько, когда вы начали работать и каков ваш портфель гарантий на данный момент? — Работать мы начали с 2009 года. За этот период нам предоставлено поручительство на 2,2 миллиарда рублей, что позволило предпринимателям, соответственно, привлечь для развития своего бизнеса порядка 5 миллиардов рублей. Ну, я считаю, что это достаточно большая цифра. — Хотели так посмотреть на динамику последних лет? Вот она как выглядит? — Не поверите, но динамика действительно положительная, и мы ощущаем, что данный продукт востребован. Почему? Потому что в 2016 году, возьмем, так скажем, последний год, поручительство было предоставлено на 246 миллионов. Уже в 2017 мы отмечаем, что данных поручительств предоставлено на 254. Ну и, собственно, наш губернатор видит положительную динамику. На 2018 год, надо сказать, что уже из бюджета, из областного и федерального запланировано освоение 280 миллионов рублей. То есть каждый год мы в положительной динамике по 7-8% увеличим долю участия в бизнесе. — Хорошо. — Или поддерживаем бизнес. — Вот пока уж мы около ваших организаций крутимся, еще хочу спросить, есть ли гарантийный, соответственно, фонд и лизинговый фонд в других, ну, мы берем ЦФО, да, в других субъектах федерации, ну, допустим, Центрального федерального округа? — Ну, по лизингу я бы хотела сказать, что мы уникальны, и только в Татарстане есть похожие лизинговые компании местного регионального уровня. Во Владимире, еще раз повторюсь, что губернатор Владимирской области очень большое внимание уделяет поддержке малого и среднего бизнеса, поэтому и у нас есть отличные виды поддержки от других регионов. Вот. К сожалению, наших коллег нет рядом, но поддержка гарантийного фонда и фонда Владимир Лизинга на нас не останавливается. Я бы хотела сказать и показать нашим предпринимателям наш раздаточный материал, который мы предлагаем везде, и на конференциях проводимых, и в Департаменте развития предпринимательства, и у нас, где собраны все фонды, это Кремлевская 5А в городе Владимире, чтобы вы не забыли о всех видах нашей поддержки, вот этот раздаточный материал по государственным программам. Там расписаны микрокредиты. Микрокредиты сейчас очень льготные условия. С января 2018 года ставка по микрозаймам составляет для производственных предприятий 8,5% годовых на остаток задолженности. Всем другим предприятиям 9,75%. Это, опять же, тоже очень годная ставка. Фонд развития промышленности. Фонд развития промышленности всего лишь 5% на инвестиционные проекты предлагает. То есть очень много информации по финансовой поддержке. Если что-то кто-то забыл, пожалуйста, обращайтесь к Кремлевской 5А. И в любой фонд, в какой бы вы ни пришли, мы готовы проконсультировать по любым видам поддержки, которые действуют на сегодняшний день. Сергей Александрович, а гарантийные фонды существуют еще где-то в округе? Гарантийные фонды существуют в каждой области, в каждом регионе. И, собственно, объем поддержки, который существует там, он где-то соизмерим, где-то больше. В зависимости от бюджета, от наполнения. Ну да, нам тут как ни крути, сложно с Москвой, Московской областью. Тем более, если нефтедобивающие какие-то мы регионы берем. Но это, правда, уже не центральный федеральный округ. Понятно, что создана у нас система поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. И инструментарий довольно богатый, как вы сейчас описываете. Но все равно хочется понять, как можно оценить эффективность этих мер поддержки. Есть ли какие-то способы оценить эту эффективность? Действительно, вопрос для нас очень актуальный. И прежде всего для нашего руководителя, директора департамента Коронова Наталья Ивановна. Она первое, с чего начинают наши планерки, наши совещания. Как и куда вы планируете ехать на этой неделе. То есть максимальный фокус внимания, который сейчас стоит у директора, это донести меры поддержки до каждой точки региона. Собственно, это нововведение, которое поддержано со стороны губернатора, опять же, Светланы Юрьевны, о том, что мы должны отчитываться, ежегодно отчитываться перед нашими предпринимателями, перед субъектами малого и среднего предпринимательства о тех результатах, которые мы смогли оказать за истекший год. Я считаю, что это очень отличная практика и информативная. Тут ведь такое дело. Мало того, что вас профессия обязывает быть в этой теме подкованным, но есть же и другая сторона, сами предприниматели, насколько они сами вообще, то есть субъекты малого и среднего бизнеса, готовы, даже не так сначала, да, насколько они погружены вот в эту тему, осведомлены о тех мерах поддержки и насколько они сами в них заинтересованы. Судя по обращениям, которые, опять же, навстречу, да, мы выстраиваем диалоги навстречу, знают ли предприниматели о наших поддержках, нужна ли наша поддержка, нововведения, которые мы используем. Ответ прямой. Да, безусловно, это нужно. Да, нужна информация, которая помогала бы развивать бизнес, способствовала бы развитию бизнеса в регионе. Ну, собственно, для этого мы и существуем. Поэтому любой предприниматель может обратиться, может сказать, может позвонить нам, и обратная связь говорит о том, что действительно они в этом заинтересованы. Поручительство, которое, в частности, гарантийный фонд предоставляет для предпринимателей, оно межотраслевое. Это и промышленность, и торговля, и сельское хозяйство. И буквально встреча на прошлой неделе с представителями сельского хозяйства говорит о том, что это востребовано. Мы, опять же, скажу, буквально на прошлой неделе выдавали поручительство для сельхозпроизводителей. Это важно, особенно в рамках посевной. Ну, а для производственных? У Елены Александровны я спрашивал, да, а у вас, вот, все-таки, из какой отрасли у вас больше клиентов? Вот из сельхозпроизводителей вы сказали еще кто-то. Здесь момент, который для нас, прежде всего, является показательным. За 2017 год в рамках поддержки 61% поддержки было оказано для производственных и сельхозпредприятий. То есть, ваши производственники тут в большей степени? Производство и сельское хозяйство, сельхозпредприятия. Поэтому говорить о том, что не востребованы иные сферы услуг, я не могу так. Я, скорее, сомневаюсь, что осведомлены они. Они востребованы-то востребованы, осведомлены. Вот информационная поддержка, насколько широко ведется? Информационную поддержку мы, собственно, ведем через свои сайты, которые есть у нас. Это одна из мер поддержки. Мы организовали, ездим на непосредственно муниципалитеты, где муниципалитеты организуют встречи с предпринимателями, приглашают абсолютно всех. Мы пытаемся проводить информационные совещания внутри департамента. Мы участвуем в выставках. Мы буквально недавно, вчера, безработный, сегодня предприниматель поднимали участие там, представляли свою продукцию. Действительно, это продукция, это то, что мы представляем для предпринимателя. И здесь надо отметить, что большой интерес. Люди просто идут, просто интересуются, берут наш раздаточный материал, нашу брошюрку и детально работают. Я бы добавила, что помимо всего этого у нас в печати Владимирские ведомости печатают информацию о наших мерах поддержки. Плотно мы сотрудничаем с торгово-промышленной палатой, а также с опорой России. Участвуем во встречах в бизнес-автобус, где мы также все меры поддержки освещаем. Поэтому у нас широко представлена информация. Хорошо. Вот о чем еще хотелось спросить. Я слышал, что Минэкономразвитие в наступившем году запустил программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Что это за программа, каковы ее условия, на кого она рассчитана и что, собственно, предлагает Минэкономразвитие? Ну, конечно, рассчитана она, опять же, субъекта малого и среднего предпринимательства, поскольку мы в этой сфере и работаем, поэтому программа направлена именно на них, на их поддержку. Называется она 6,5. Многие предприниматели, наверное, скажут, а года два назад была программа с таким же названием, только ставка по ней почему-то была 9. Так вот, с этого года ставка реально, конечная ставка, там будет 6,5. Единственное, что количество банков, работающих по этой программе, сокращено. Это сейчас работают ВТБ, ВТБ-24, Росельхозбанк и Сбербанк, конечно же, Сбербанк. Вот эти четыре банка на данный момент работают по данной программе, и, пожалуйста, любой предприниматель может обратиться в банк, узнать условия, сейчас лимиты выделены, лимиты денежных средств есть. То есть, как бы, деньги уже есть. Да, уже есть. Понятно. Вот если мы говорим о том, что некий человек заинтересовался нашей сегодняшней беседой, да, ну, не все успел узнать, куда ему в первую очередь обратиться, чтобы исчерпывающую информацию получить о тех мерах поддержки, на которые он может рассчитывать? Ну, здесь первый, в современный век технологий, да, мы прекрасно понимаем, что ключевой это интернет. У каждого фонда есть свой сайт, у департамента есть свой сайт, где перекликаются каждый из фондов, где указана вся мера поддержки, только существует в регионе. Поэтому, прежде всего, удаленным предпринимателям, организациям я бы посоветовал обратиться туда. Очень информативно, очень исчерпывающе. По поводу непосредственного обращения к нам, это Кремлевская 5. Мы всегда будем рады. Оба фонда там располагаются, да? И не только наши два фонда, и все меры финансовой поддержки, фонд развития, промышленности, микрозайма там. Поэтому очень удобно в одно место вы пришли и информацию получили по всем фондам. И в любом случае мы подберем предприятию ту меру поддержки, которая ему актуальна на данный момент. Если, допустим, ему нужно наоборот, он пришел в фонд Владимир Лизинг, конечно, мы ему посоветуем, что оборотные средства вот здесь вы можете. И направим в микрокредитную организацию, которая, грубо говоря, стоит за соседней дверью. Очень удобно. Хорошо. Ну и, конечно же, мы всегда будем рады видеть любого предпринимателя, предприятия, любого человека. На улице Мира, 29, где находится непосредственно департамент развития предпринимательства. Там же находится бизнес-инкубатор, где любая идея может быть реализована. Каждый вторник, каждую неделю в департаменте развития предпринимательства проводятся встречи. Это официальное время с 11 часов, когда любой предприниматель может задать любой вопрос, придя в департамент развития предпринимательства. Не отслеживаете вы такую статистику, если по муниципалитетам посмотреть, откуда больше обращаются за поддержкой, где более активные предприниматели в смысле получения этой поддержки? Не отслеживаете вы? Ну, здесь нам сложно говорить по поводу обращений. Мы, опять же, стараемся каждому оказать. Бывают предприниматели, которые, например, территориально находятся и живут во Владимире, а имеют бизнес, например, в Горховце. Ну, тоже есть такое дело. Это моменты, которые пересекаются. Поэтому говорить о том, что здесь больше обращений, здесь меньше, наверное, не стоит. Ключу мы все-таки видим результат. Ну, и на очень... Зато растет количество обращений. Это правильно. Да, хотелось бы сказать, что сайты у нас сделаны на сегодняшний день очень современно. Мы следим за их развитием. На сайте, например, Владимир Лизинка вы просто можете с любого региона зайти и сделать расчет самостоятельно, даже не спрашивая, не звоня, сколько у вас будет расходов. Там прям калькулятор есть. Да, да, лизинговый калькулятор. Или, например, войти на страничку Ютуба, где выложены все видео по каждому направлению нашей поддержки. То есть информативные рубики. Каждый директор, да, рассказывает о своем виде поддержки. И это все в записи в Ютубе, в доступе. И если что-то забылось и нужно в какой-то определенный момент, можно войти тоже через сайт департамента и это посмотреть. Все хорошо, понятно. А у нас, к сожалению, заканчивается время. Я напоминаю, что сегодня гостями студии были Елена Древолева, исполнительный директор фонда Владимир Лизинг, и Сергей Сидорин, директор гарантийного фонда Владимирской области. Елена Александровна, Сергей Александрович, спасибо большое. Удачи вам в вашей рабочем. Спасибо. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. Там же можно найти записи всех наших программ. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok